привет друзья меня зовут назар давыдов человек которого нужен особенно в турции и тема сегодняшнего видео зимний курорт цикликент именно туда едут многочисленные гости анталии и местные жители чтобы покататься на санках на лыжах и просто провести хорошо время совсем недалеко от анталии займет это я надеюсь немного времени посмотрим дорогу посмотрим трассу и может еще какие приключения вводим люблю приключения большое спасибо всей моей команде которая согласилась со мной поехать михаилу максиму дмитрию анжеле юли которые помогают делать эти видео еще интереснее спасибо друзья теперь по поводу цикле кенда он совсем недалеко и там есть много интересных трасс они не бог весть какие сложные хочу сказать что здесь турции есть трассы и повыше и посложнее но близость к анталии действительно очень привлекает можно утром покупаться в море сейчас вода плюс 18 к слову а днем покататься на лыжах или санях на санях здесь кстати очень тоже много катается местных выезжает с мангалами даже своими чаями и уютно располагаются в горах прям на снегу экзотика ну давайте посмотрим уже не терпится поехать в горы поехали gps привел именно на эту супер трассу четырехполосную но пока мы поднимались она явно усохла для дожди были асфальт набросушки новые технологии высокие вот въезд циклы кент посмотрите какой красивый вид так приветствую всех уже на высоте две тысячи двести двадцать восемь метров здесь уже холода плюс восемь эксклюзивные кадры поля через 10 дней здесь все уже будет оборудовать для горнолыжного спуска вот эти трассы мы находимся циклы бели это называется именно вот это местечко покрыли город называется подъемник он не бук или вот такой сидящий вот самая верхняя точка именно здесь это все происходит вот сюда вот вы поднимаетесь турки очень любят выходные проводить вместе семьей сюда приезжают в большом количестве местные жители анталии и близлежащих поселений на пикник и потом по горнолыжным трассам можете спускаться красные желтые зеленые все цвета радуги а вот так выглядит вот эта красота с высоты птичьего полета вы еще это понаблюдаете с нашей верхней камеры так что вот эксклюзивчик вот там вот есть места где сквозь облака проглядываются снежные шапки вершин гор которые блестят под солнечным светом красота неописуемая очень много простора вот видно на многие десятки километров в разные стороны здесь открыто окно оборудовано это все для тех кто может сюда залезть и посмотрим что тут внутри здесь есть ничего портить не будем мы не вандалы оборудованная кухня мармиты здесь можно очевидно покушать посмотрим мы попадаем на ярус где можно очевидно погреться покушать он тут еще камеры стоят звуковое оборудование вот такие здесь печки музыка я представляю как здесь шикарно будет вообще простите пожалуйста что мы сюда зашли если что увидите это и готово безобразие ну я буквально надолго не буду следить никаких следов вандализма в цикле кенде есть действующая обсерватория которую можно посетить и в этой обсерватории есть телескоп он кстати наш соотечественник по-русски его зовут azte 22 астрономический зеркальный телескоп производитель ленинградская оптомеханическое объединение лома здесь еще можно покататься на багги это такие гоночные каркасные машины на которых можно гонять в свое удовольствие и стоит это относительно недорого 150 лир можно отдать за 15-минутную прогулку на багги и 250 евро за большую экскурсию очень рекомендую так вот тут еще один нюанс заглохлая машина в горах что делать главное не падать духом люди тут рядом нету сейчас но тем не менее вот пытаемся все сделать но ничего из этого пока не выходит не схватывает не просто так надо снять клеммы учим пытаемся с собой ключи ну что шутки шутками но машину завести не удалось сняли клеммы перезагрузили компьютер но тем не менее ничего не произошло а тем временем становится все прохладнее все темней и максим говорит что через полчаса уйдет солнце и тогда уже будет по-настоящему весело у нас здесь интернет не ловит и мобильная связь не ловит короче ничего от нас не ловит зимой навряд тут машина тогда трассе застрянет но так ну что пробуем не все равно горит не горит не получается приключение продолжается очень интересно очень красивые виды но холодает всех все больше ничего где наш не пропадала бодримся мы сейчас пытались завести вот друзья приехали ничего не получается консилиум и ничего не можем придумать приключения с традицией кстати к вам обязательно кто не подъедет есть люди просто турки очень-очень хорошие аркадаш мы не падаем духом но здесь жесть конечно уже плюс 5 махмед и ур 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 бурак бурак сина 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 вот попробуем всех запомнить вот теперь ребята тоже поедут посмотреть наверх как там обещали вернуться ребята могли чем смогли сказать чтобы да да вот это выйдет еще перед рим но так вот теперь мы зато с водой с печенюхами поездили на лыжах но вы когда приедете такого не будет уже будут будет люди будет трасса и на машинах сюда не заедешь ура вы слышите друзья урчащий автомобиль вот это завелась машина отходил контакт но михаил смог найти неисправность пока я ходил за километр от наши поломки в то место где ловит связь связались друзьями друзья выслали машину нашли специалиста но пока я разговаривал о средствах помощи подъехал автомобиль наш и все он урчит работает будем ехать обратно короче говоря не без приключений но трасса проверенной мы продолжаем ее проверять на предмет спуска по горнолыжному пограничной трассе на автомобиле где еще такое будет кстати температура сейчас плюс один градус холодно зябко здесь ощущается холод особенно чувственно потому что здесь так сухо разряженный воздух и прям ветер пронизывает ну все любом случае хорошо приезжайте отдыхать и я думаю что зимой здесь действительно можно по-настоящему выхватить массу положительных эмоций что внизу море где можно купаться когда подниметесь буквально в течение там 40 минут на гору можете кататься на лыжах так что анталья рулит дин-дон-дэйма салям и и доги легли подписывайтесь ставьте лайки или дизлайки и наконец просто чал пока